Самая большая ловушка Египта, вот такой вот знак пешеходного перехода. Не верьте ему, никто тут не останавливается, не пропускает людей. Есть такой магазин рядом с бухтой Набк, называется Джордж Клуни. Тоже там какие-то очень хорошие фиксированные цены, а может быть не фиксированные. В любом случае, мы сейчас вылезли из своего отеля. До Джорджа Клуни километров, по-моему, 9. Мы идем посреди пустыни. Вот такой вот у нас пейзажик прекрасный. В другую сторону там вообще тупо пустыня с песчаными лисицами. Ну, в эту хотя бы какая-то цивилизация. Короче, идем к Джорджу Клуни, поищем что-нибудь интересное, отнимем. По дороге, может, поймаем таксишку какую-нибудь. Поехали! От старого города район Набк находится на расстоянии 25 километров. От нашего района Монтаза – 10 километров. Знаменит наличием популярнейшего магазина Джордж Клуни, куда мы решили дойти пешком. Через пару часов стало понятно, что одни среди пустыни на скоростной трассе мы можем и не дойти. Спасение спустилось с неба в виде синей египетской маршрутки. Вот это, ребятушки, настоящая египетская маршрутка. Прекрасная египетская маршрутка с классной музыкой. Дам я ему, наверное, фунтов 50. Пусть порадуется человек, хотя маршрутки тут стоят очень дешево. Так как Шарм-эль-Шейх фактически не город, а туристический курорт, единственный городской транспорт – это синие маршрутки. Большая часть населения Шарма – это работники, которых развозят специальным транспортом. А туристы чаще всего пользуются такси. Четкой стоимости проезда на маршрутке нет. Водитель будет рад 10 фунтам или 1 доллару. У маршруток есть одна интересная фишка. Если нету народу в салоне, то он может сыграть как такси. И в качестве такси отвезти вас, куда вы его попросите. Разумеется, гораздо дешевле, чем непосредственно такси. Ну что, маленький вам обзор маршруточки. Вот так вот она выглядит. Все на самом деле чистенькое. Несмотря на то, что она очень старая, ободранные сидения. Реально все чисто. И что интересно, запаха тут тоже никакого нет. То есть она от такси реально ничем не отличается. Но в час пик тут куча народу сидит внутри. Тем не менее, он нас везет за 50 фунтов. И поэтому по дороге люди голосуют, и он их не берет. Шукран. 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 Шукран по-египетски. Спасибо. Значит, спасибо. Вот. Вот она такая прекрасная маршрутка, на которой мы ехали. Прекрасный вид транспорта. Благородная синяя маршруточка. 10 минут мучений. И мы уже рядом с Напком идем смотреть на Джордж Клуни. Не прошло их двух часов. На самом деле, после примерно трех километров силы начали усиленно нас покидать. И энтузиазм, когда особенно мы вышли на шоссейку, начал нас тоже покидать. Куча пыли, грязюка от проезжающих машин, которые несутся за скоростью 100-120 км в час. Ну его нафиг, подумали мы. А тут маршруточка спустилась с небес и нас довезла. Поэтому я отдал ему 50 фунтов, то, что приготовил на такси. Поэтому пусть у этого парня сегодня будет хороший день. Пошли в Джордж Клуни. Значит, мои дорогие диванные туристики, выглядит это место вот примерно вот так вот. Уже стандартная для Египта полустройка, полу еще непонятно что. С этой стороны какие-то кафешки. Я так понимаю, что вся движуха там. А магазин Джордж Клуни прямо здесь. Он оказался маленький. Конечно, мы туда попозже зайдем, посмотрим цены. Я подсниму для вас цены на разные интересные фигнюшки. Ну а пока мы немножко погуляем по этому прекрасному пустынному месту. Набк – это самый северный район. Две линии отелей и главная торгово-развлекательная улица Ластрада. Дельфинарий, несколько торговых центров и огромное количество бездомных собак, что радует ценники ниже среднего по шарму. Как-то скажу я вам, здесь не очень. Здесь расположены достаточно дорогие отели. И выглядит это место достаточно неухоженным почему-то. Воняет тут тоже, в принципе, отвратительно. Я вам скажу, ребят, это какой-то центр Old Market на минималках. Ничего интересного нет. А грязюка еще даже больше, чем в Old Market. Здесь находится дорогущий отель Rixos. И я просто не представляю, не могу соотнести дорогой отель и вот эти полуразрушенные торговые ряды. Вот единственное адекватное место, что я нашел, это какой-то местный супермаркет. Оп, и что-то интересное нашли. Смотрите, какая-то интересная площадь, какая-то интересная кафешка. Вечер перестает быть томным. Идемте разведывать обстановку. Чтобы вам больше пить хочет, видно. Рот открыт. Да. Собачкам тут абсолютно похрену на все и на всех. Люди проходят мимо, вон чешут их за ухом. И вообще абсолютно все тут тихо и мирно. В этом райончике обитают только местные жители. Как видите, прекрасный вид на помойку простирается с этой прекрасной торговой площадью. Камон. Давай, чувак. Ну что ты хочешь от меня опять? Господи. Что тебе надо? Я же не сосиска. И огромная жирная сарделька. И тем, да, там стоит человек в жилетке, который показывает, когда можно переходить и берет и переводит через дорогу. Потому что по этой дороге несутся просто с сумасшедшей какой-то скоростью жуткой. Несмотря на то, что там реально пешеходный переход. Но собаки бродячих, я вам скажу, здесь до жопы. Огромное количество. Да, они вроде все мирные, но одно большое но. Тем не менее, мы подошли к Риксосу, который расположен от этих трущоб буквально в паре сот метров. Разумеется, картина кардинально меняется. И все тут уже выглядит не так убого. Чистенькие магазинчики вон там. Прекрасные лужайки. Никакой стройки. Другой вопрос. Где гулять с жителем Риксоса, которые отвалили гигантские деньги за этот вот отель? Уже заранее в ноябре могу вас поздравить с новым 2022 годом. Так, ребятушки. Киберпанк. Тот, который мы заслужили. Грязище. Жуткое. И среди всего этого бедлама расположен сияющий вход в Макдональд. Лестница в небеса, дорогие друзья. Макдачелла. Куда мы, конечно же, не пойдем. Потому что, что мы там не видели. Мы в Макдаке уже были. Во многих странах. Даже в Египте, в том же центре Шарма. Там гамбургеры, коктейли молочные. Зато посмотрите, пожалуйста, сюда. Это уже цивилизация. Блин, это дорогущий отель, ребят. Это опять пирка Альбатрос. Там был Риксос. Почему на другой стороне улицы вот это вот все? Да тут ноги переломать. Да раз-два. Из развлечений в Напке хороший серфинг и дайвинг. Для всего остального нужно заказывать экскурсию или ехать в другие районы. Если для кого-то важно покушать в Starbucks или McDonald's, радуйтесь, они тут есть. Пляжей хватает. Но главная особенность Напка – это сильный ветер. Для серфинга – хорошо. А для релакса не очень. Особенно в зимние месяцы. За моей спиной мы нашли торговые ряды. Значит, торговые ряды здесь тоже есть. Но, тем не менее, их внешний вид не внушает доверия. Они даже еще выглядят старее обшарпаней, чем в старом городе. Ура, ребятки! Мы нашли какое-то более-менее приличное место. Ну вот это уже начинает походить на настоящий Напк. Рекомендую ли я селиться там, где находится универмаг Джордж Клуни? Конечно же, нет. Вы там офигеете гулять. Там сплошные собаки, их какашки, грязища, пылища, стройки, раздолбанные киоски. И никакой абсолютно романтики там нет. Смотрите, в Напке есть спортзал. Если его, конечно, нет в вашем отеле. Район Напк политкорректно называют развивающимся районом. Непрозрачно намекая на то, что там вокруг стройка и пустыня. Отойдя от главной улицы, вы оказываетесь во власти бродячих собак, стаи которых порой насчитывают и по 15 особей. Они, конечно, достаточно мирные. Местные жители их не боятся. Но когда ты стоишь посреди пустыни в компании диких собачек, ощущение так себе. Наверное, зря я накидываю на Шарм-эль-Шейх в плане вот этих всех пустынь и кучи стройок и прочих недостроев. Потому что город достаточно молодой. И эти все проблемы, упавший самолет, ковид последние два года, они на пользу этой стране, этому городу не шли. Он находится на стадии строительства. И, возможно, через несколько лет он будет уже полностью построен. Это работа для местных. Это крутая инфраструктура для нас, потому что это новый город будет. Поэтому, наверное, давайте попытаемся относиться ко всему этому нормально. Даже если и грязь от строек, то, ну, ладно, ничего страшного. Приедем в отель, почистим кроссовки. И, конечно же, полетим в Египет еще раз. Начинало темнеть. Пейзаж вокруг все больше походил на пустыню. А гугл-карты отказывались работать. В результате дельфинарий так и остался для меня недостижимой мечтой. Зато вместо него я нашел огромное количество милых диких собачек. Не самая приятная встреча при наступлении вечера. Останавливаться и снимать их желания было еще меньше. Пройдем. Шел четвертый час нашего путешествия по пустыне. Вот по такой вот. Да, пошел. Где никто не живет. И ходят собаки. Уже какие-то бегают ночью койоты. И мы все никак не можем найти аквапарк. Дельфинарий. Фиг знает, что мы вообще ищем. Мы сейчас зайдем. Зачем мы его ищем? Уже вечер, поздно. Я не знаю. Самая большая ловушка Египта. Вот такой вот знак. Пешеходного перехода. Не верьте ему. Никто тут не останавливается, не пропускает людей. Ну что, ребят, аптечка вас интересует? Вот такая вот фармати. Зайдем посмотрим, что они нам предлагают. А сколько стоит? Это меньше... Это болтара доллар. Да. 24 фунта, это как болтара доллар. Окей, три штуки. А, 24 фунта там написано. А, ну да. Ага, окей, 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 окей. Посмотрите, это Египта. Окей, окей, окей. Мы все поняли. Мы верим, верим. Все хорошо. Три, да. Сколько там внутри? Тридцать штуки. Это помадо? Это помадо. Ага. Тридцать таблетки для мигрени. Хорошие. Для новых в Египте. Самые хорошие. Сколько стоят? Тоже вон доля. Это меньше тридцать таблетков. Да. Давайте две. И еще вопрос там у нас у вас есть. Это для суставов? Да, да, да. Сколько? Это три доллара сорок пять фунтов. Нормально. Окей? А, это окей? Да, потому что это официальная цена, это нормальная. Все нормально. Ради интереса, в магазине возле отеля мазь для суставов стоила восемь долларов, здесь она стоит три сорок пять. В общем, набрали вот всех этих лекарств. Пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите, для чего они, гуглите. Все цены тоже вы, я думаю, что слышали. К тому же, в конце он нам небольшую скидку сделал. Еще все цены ищите на коробочках, они написаны в египетских фунтах. Вы, блин, не поверите. Это та самая маршрутка, на которой мы ехали и парню, водителю, которому я дал пятьдесят фунтов. Ну, много, больше, чем надо. И, короче говоря, он нас по дороге хватает. Говорит, окей, здесь, да. И такой говорит, давайте, говорит, я вас обратно отвезу, ребят. Ну, короче, блин, ну я сел, да, мы сели. Решили вот все-таки подснять для вас Клуни цены. Раз уж так все хорошо, подснимем для вас сейчас цены в Джорджи Клуни. Купим, может, что по мелочи и поедем обратно в нашу дорогую Монтазо и отель Альбатрос Палас Резорт. Вот он, Джордж Клуни. Заходим. Заходим. Вот так выглядит этот прекрасный магазин. Огромное количество людей внутри. Все ковидные ограничения попраны. Огромное количество магнитов. Четыре магнита, один доллар. Просто гигантское количество магнитов. Чем штука, один доллар. Подставка по чашку, два бакса. Сладости, одна штука, два доллара. Три штуки, четыре доллара. Такая штука, восточные сладости, четыре доллара. Вот вам еще ценники, два бакса. Коробка, баночка с каким-то яблочным джемом. Варенье, одна штука, два бакса. Клубничка, баночка с клубничкой. Одна штука, один доллар. Короче, ребятушки, это рай шопера. Хорошо все-таки, что мы зашли. Это судьба. Наборы. Ну вот, наборы. Шесть баксов за что-то. Ну, доллар. Такая вот штука. Вот они все ценники, вы видите. Один доллар. Все все это берут. Вот, как видите, масло. Семь долларов. Это масло четыре доллара. И большая банка за семь. Халва, кстати, я кушал. Халва крутая. Три штуки пять баксов. Ну, то есть, ребята, я эту халву реально ел. Эта халва действительно очень классная и вкусная. Финики, настоящие финики. Четыре доллара. Как видите, кошечки за восемь долларов. Это, наверное, камешек. Да, это, наверное, что-то каменное. Короче, слышали? Бесплатный автобус обратно до отеля от магазина Джордж Клуни. И, конечно, тут есть иконы. Представляете? Через три-четыре дня готовы и будут. Далеко живете, вам рано еще не успеете возвращаться. Есть доставка. Можете писать на вайбер или ватсап. И заказывайте любить товар, который вы видите в магазине. Так, дорогие курильщики, вот для вас немножко хороших новостей. Цены вы тоже видите. Вот такие цены на сувениры, которые сделаны из дерева. Тут, в принципе, все по сувенирам. Сладости сувениры. То есть, делаем вывод, магазин специализируется на туристических прибамбасах. Это сладости, которые вы можете привезти по ценам, которые я вам показал. И огромное количество сувениров тоже по указанным ценам. Вы их все видели. Очередь здесь гигантская. Стоять мы здесь не будем. Идемте к нашему маршрутчику-герою, который каким-то образом нас нашел в этих потемках. Вон, пожалуйста, опять вам собаки. Собак тут такое количество, вы даже себе не представляете. Выходишь куда-то буквально за какой-то отель, какая-то улица, двор и там куча собак. Вот и наша маршруточка нас уже ждет. Вот она, наша маршруточка. Дал я этому парню 100 египетских фунтов, учитывая, что маршрутка здесь стоит очень прям мало-мало. Наверное, это видео назову, как тревел-блогер притворился шейхом и купил маршрутку. Давайте попробуем сделать какие-то выводы по напку. Может быть, может быть, мы дошли не до конца и, может быть, мы не видели все. Но это супер шикарные отели. И с другой стороны, супер разруха. Гигантское, гигантское количество собак. Так, ты отходишь куда-то с главной улицы 15 собак. Ты гуляешь по главной улице 3-4 собаки. С другой стороны, я охотно верю, что они все мирные. Но есть такое понятие, как собачья свадьба. И если ты подойдешь к таким собакам, то они могут быть агрессивные. Поэтому ну их нафиг. Я чувствую запах шашлыка. Да, пахнет нашим отелем. И если мне предложат отель в Напке, я откажусь. Потому что я люблю гулять. И гулять по красивым местам, а не просто по пустыне и по стройкам, и по грязюке. Что-то для вас заснять сегодня получилось. Спасибо, что смотрели. И всем приятного вечера.